Картина мгновенно сделала художника знаменитым, вызвав массу споров и обсуждений. Петро Воткин представил готовое полотно на выставке объединения «Мир искусства» в 1912 году, причем до последнего не верил, что это возможно. Работа размещалась в экспозиционном зале довольно необычно, над входной дверью, как знамя новой эпохи в русском изобразительном искусстве. Для одних картина стала манифестом и символом Новой России, для других – мишенью для насмешек. Первые этюды Кузьма Сергеевича начал создавать в имени генерала Петра Грекова, которая находилась на хуторе Мышкина пристань в Саратовской губернии. Позднее живописец вспоминал «В деревне была огнедая лошаденка, старая, разбитая на все ноги, но с хорошей модой. Я начал писать купание вообще. У меня было три варианта. В процессе работы я предъявлял все больше и больше требований чисто живописного значения, которые уравняли бы форму и содержание и дали бы картине социальную значимость». На предварительных эскизах все пространство картины занимала дряхлая лошадь. Позднее художник решил оставить от прежних этюдов только ее голову, тело же сделать сильным, подтянутым и статным. В результате фигура животного стала настолько мощной, что вышла за рамки картины. А изначально рыжий окрас сменился на красный. В начале 20-го столетия были еще сильны традиции реализма, и многих такая странная масть возмутила. Как же так, красный конь? Разгадка кроется следующим. В период написания картины российских художников захлестнула новая волна интереса к иконам. Они искали в них вдохновение. Увидев древний образ «Чудо архангела Михаила», где конь был нарисован огненно-красным, Петров-Воткин без колебаний принял решение окрасить своего скакуна в тот же цвет. Фигура всадника также претерпела изменения. На натурном рисунке мальчик выглядел более худым и мускулистым. Он крепко сидел верхом и всем своим видом противостоял коню. На итоговой картине подросток получился более мечтателем, и выразительный рельеф и тело вскрадывает локальный желтый цвет. Лицо юного всадника изображено достаточно схематично и неестественно. Оно кажется абсолютно плоским и статичным в духе ликов святых на иконах. Зато его обнаженное тело становится гимном пластики и изысканности. Для заднего плана художник использовал прием сферической перспективы. Линия горизонта имеет округлые очертания, а водная гладь и отражающиеся в ней небо изображены так, будто зритель смотрит на них сверху. В результате возникает ощущение, что это и не озеро вовсе, а бескрайняя вселенная. Тело двух купальщиков лишены намека на индивидуальность. Их действия кажутся ритуально замедленными. Вместе с центральной фигурой всадника они объединяются в хоровод и наполняют картину движением, отождествляемым смирным течением времени. Этот эффект усиливается расходящими во воде плавными кругами. Прохладные сине-зеленые тона для фона также выбраны не случайно. Они являются дополнительными к доминирующим красному и желтому цветам. Данная триада используется художникам ни в одном полотне и тоже отсылает к традиционной для иконописи палитре. Субтитры создавал DimaTorzok